Ребята, сегодня говорим про гормон роста. Соответственно, что делать, если он снизился? У нас у всех с возрастом он снижается, но у кого-то очень быстро. У кого-то ввиду окружающей среды, ввиду образа жизни, дефицитов, это все влияет. Соответственно, сегодня поговорим о гормоне роста. И не о том гормоне роста, который колет в себя, используют спортсмены. Я хочу поговорить о гормоне роста, который вырабатывается организмом. И, соответственно, гормон роста отвечает за сохранение белков в организме. Волосы, ногти, кожа, связки, сухожилия состоят в основном из белка. И поэтому, если хотите иметь крепкие ногти, красивые волосы, молодую упругую кожу, то нужно обратить внимание именно на гормон роста. И, соответственно, он восстанавливает после стресса, он удерживает кальций, влияет на когнитивные функции. Гормон роста способствует сжиганию жира в организме. И при дефиците гормона роста человек обычно набирает лишний вес. У меня всегда вопрос, а как повысить гормон роста? И здесь очень важно подумать, что приводит к его дефициту. Это гипогликемия. Соответственно, низкий уровень сахара провоцирует серьезное снижение гормона роста. В другой момент есть еще такая аминокислота аргинин. Она стимулирует гормон роста. То есть, если она есть в питании в достаточном количестве, то вы будете комфортно себя чувствовать. Витамин D3 и B3 повышают гормон роста. Это однозначно. Еще один момент. Это высокоинтенсивные интервальные тренировки суперполезны для повышения гормона роста. То есть, если вы объединяете все эти факторы, интервальное голодание, уберете сахар, подключите высокоинтенсивные тренировки, вы повысите уровень гормон роста на много-намного-намного. А что снижает его? Это сахар во всех его проявлениях, чистые рафинированные углеводы, стресс. И еще есть такая базовая ошибочка. Многие думают, что крупы во всех проявлениях их полезны. Но Бугагашенька очень часто ведут проблемы с желудочно-кишечным трактом. И, соответственно, это все будет влиять на гормон роста, который можно повысить природными способами. Если есть вопросы про гормон роста, вы пишите. Потому что очень многие думают о том, как с этим справиться. Но просто делают, и то, что я вот только что назвала, это базовая вещь, и можно с этим справиться. Продолжение следует...